Всем огромный-огромный привет! Я к вам снова с закупкой. Закупку мы делали вместе с мужем, поэтому она такая огромная получилась. Значит, у нас здесь фикс прайс и обычные магазины, продуктовый, магнит, пятерочка, семишаг. В общем, все как обычно у меня. Давайте сначала покажу то, что купили в фикс прайсе. Это не продуктовые закупки, покупки. А потом уже покажу то, что из продуктов я купила. Итак, фикс прайс мы купили вот такое вот мыло, жидкое. Здесь полтора литра масла, шеи, экстракт кокоса. В общем, там я уже покупала какое-то тоже мыло жидкое, большую упаковку. И, в принципе, оно нам понравилось. Поэтому вот тоже взяла. Там же оно намного бюджетнее, чем в других магазинах покупать. Значит, мыло. Потом детям взяли вот такие вот игрушечки. Это так баловство. В общем, здесь карточка и игрушечные банкноты и игрушечные монетки. В общем, они, когда играют в магазин, что-то придумывают. Вот в этот раз взяли им вот такие. Еще взяла я вот такую вот футболочку. Это Лизи дома бегать. Она очень, знаете, такая приятная, хлопковая. И мне понравился принт. Она у нас просто девочка творческая. И футболки, в общем, у нее улетают быстро. То она их заляпает, знаете. И потом не отстирается какой-нибудь краской. Или клеем, или еще чем-нибудь. Поэтому вот решила взять, попробовать пока одну. Если понравится, то, в общем-то, там были еще другие цвета. Если нам понравится и подойдет, то буду для дома покупать фикси. Потому что, ну, такие довольно-таки приятные к телу футболочки. Так. Еще взяла антибактериальные влажные салфетки. Вот такие 120 штук. Такие мы уже покупали. И они оказались, ну, довольно-таки хорошие. И ими удобно пользоваться. Размер у них, конечно, не очень большой. Но ими удобно пользоваться. И, опять же-таки, лист, когда тоже что-то делает. Там или Макс. В общем, они пользуются этими салфеточками. Поэтому такая большая упаковка. Очень даже удобно. И взяли большую упаковку бумаги для рисования. Так как вот я уже много раз говорила, что они у меня творческие личности. В общем, много рисуют. Здесь 500 листов. Это ЭКО, я так понимаю, которая серая. Но для рисования, в принципе, нам вообще не важно. Так. Ну и все. Это вот все покупки из Fixed Price. И теперь давайте перейдем к обычным уже продуктовым покупочкам. Самое неинтересное. Это уксус 9% 989 мл. В общем, для уборки на кухне всегда пригождается. Молоко. Ультрапастеризованные. ЭКО НИВА. 3,2% литр. В коробочке взяла 2 коробки. Взяла 2 литра. По овощам на салаты. В общем, взяли вот такие вот огурцы. Среднеплодные, гладкие. Три штучки. Затем взяла вот такие вот помидорки черри. Это черри ассорти. 250 грамм. В общем, здесь обычные красные и вот такие вот кумата. Очень вкусные. Поэтому взяла. Они были на скидке. И также взяла еще вот такие вот черри желтенькие. Здесь у нас тоже 250 грамм. Вот желтый черри вообще супер. Просто если увидите, покупайте. 2 помидорчика взяла. Это были розовые томаты. Хотела взять больше. Они были по хорошей цене. Но, к сожалению, смогла выбрать только 2. Так. Набрали фруктов. Значит, из бананов взяла вот такую только маленькую связочку. Потому что у нас еще небольшая связка есть дома. И, в общем-то, ничего мне не мешает. Потом сходите докупить. Поэтому вот взяла 4 штучки. Взяла персики. Давно на них ходила, смотрела, облизывалась. Вроде эти такие, знаете, мягенькие. И, по крайней мере, они пахнут персиками. Попробуем. Яблочки гала. Ну, это, наверное, самые любимые наши красные яблоки. Поэтому тоже взяла. Также взяла вот такие вот нектаринчики. Они тоже достаточно мягкие и ароматные. Ну, как бы, знаете, я их обычно покупаю. Если покупаю. И выкладываю при комнатной температуре в свою деревянную чашу. И, ну, им буквально там денек полежать. Они вообще супер-пупер становятся. Зеленые яблочки Грэнни Смит. Это Марсель у нас ест. Лиза. И взяла вот такие абрикосики. Абрикосики, конечно, на, как сказать, назвать страх и риск. Потому что, как мне показалось, они не особо ароматные. Но вроде такие мягенькие. В общем, выбрала такие самые, знаете, такие желто-оранжевые, скажем так. Надеюсь, будут вкусные. Здесь у меня упаковочка шампиньонов королевских. Здесь 300 грамм. Тоже любим эти шампиньончики. И еще из овощей у меня картофель. Это картофель, который ранний. Тоже взяла тут чуть больше килограммчика. Так, по фруктам, овощам это все. Из молочки у меня здесь еще сметана. Сметана взяла сарафанова. 20% 320 грамм. Так, в этот раз взяли мясо. Мясо говядины. Это забедренная часть. По скидочке она была. Это без кости за 550 рублей килограмм. У меня тут чуть больше полутора килограмм. В общем-то на 842,58. Вот. Эту говядину я уже на неделе покупала кусочек. На пробу, так сказать. И она оказалась довольно-таки вкусной. Поэтому вот взяли в этот раз еще у нас как бы и Марсель ест говядину. Поэтому взяла полтора килограммчика. Также из свинины взяла вот такой вот эскалоп. Мираторг. 400 грамм в упаковочке. И вот такой вот шницель. Свиной Рестория. 400 грамм. Такой шницель мы уже покупали. И он оказался вкусный. Поэтому тоже в этот раз взяли. Также наггетсы наши любимые. Мираторг. Классические. 300 грамм в упаковочке. Взяли две упаковки. Так как они были на скидке. Так. И что еще из такого ценного, скажем так. Еще взяли муку. Мука предпортовая. Предпортовая. Как правильная. И в общем-то здесь 2 килограмма. Высший сорт. Тоже на хорошей цене. В семишагове беру. Там она довольно-таки, знаете, бюджетная. Ну и все. Осталась сладенькая. Сейчас покажу вам, что купили сладенького. Общую сумму, если что, подпишу. Может быть в названии или где-нибудь здесь. Потому что, ну, сейчас я даже не посчитаю сколько. Потому что мы были в нескольких магазинах. Но сразу скажу, закупка получилась небюджетная. Итак, по вкусняшкам взяли снова вот такое печенье. Сахарное топленое молоко. Зерница. А здесь у нас 300 грамм. Зам вот такое печенье. Шарлис. Нежное суфле. Это мужу понравилось. Вот он взял еще упаковочку. Также Шарлис. Печенье кокосанка. С кокосом. В общем-то, ну, ну, конечно, тот состав так себе. Ну, мужу нравится. 270 грамм. Ну, и честно говоря, я иногда могу тоже такое съесть. Что уж там греха таить. Так, и еще из вкусняшек я взяла вот такой вот Чокупай Орион. Большая упаковочка с малинкой. 12 штук. Вот и все. Вот такая вот огромная у нас закупочка получилась. То есть огромная, вкусная и небюджетная. Ну, а на этом я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. До новых скорых встреч. Пока-пока.